Всем привет дорогие друзья, с вами снова MaxDays7, и это будет более разговорный ролик, чем информативный, но тем не менее в этот раз мы поговорим, почему же донат в RollerCoin это хорошо. И нет, я не буду призывать вас донатить, чтобы получать кучу рефералки и все остальное, если вы уже заметили, мой контент на ютубе по RollerCoin отличается лишь тем от остальных, что я отношусь к ролеру как к игре и пытаюсь найти наиболее выгодные для себя стратегии, разобраться в механиках игры, разобраться в том, как их считают, и поэтому это так интересно, потому что это информативно. Сейчас же это будет немного другого рода контент, то есть это все еще будет информативненько, но никак не поможет вам развиваться в RollerCoin. Что ж, погнали. Итак, почему я положительно отношусь к донату в RollerCoin? Все достаточно просто. Я играл в достаточно много игр и я сейчас не говорю про какие-то NFT игры, либо еще что-то. Я разговариваю конкретно об обычных игрушках. Я могу вспомнить Raid Shadow Legends, это опять же, ну, никоим образом не реклама, в которой я играл достаточно долго, наверное, около года. Я могу вспомнить Mystic Puzzle, в который я проиграл, наверное, 3-4 месяца. И еще игрушек 5 мобильных я просто не могу вспомнить, в которые я играл и забросил. Также я играл в свое время в Танки, в Доту, в которую даже сейчас продолжаю играть. И что же объединяет вот все игры, в которые я играл? Верно. Во все из них я донатил. И донатил немаленькие суммы. Самые маленькие суммы у меня были, наверное, в Mystic Puzzle, где я вкидывал, ну, где-то баксов 50-60, возможно. В рейде я потратил, ну, скорее всего, что гораздо больше 200 долларов. И это я сейчас не беру в разряд Танки. Да-да, те самые Танки, World of Tanks, либо ту же Доту, где я потратил в разы больше денег. Туда у меня ушло в свое время, ну, если не соврать, в Танках больше, наверное, чем 800 долларов, а может даже и 1000. В доте еще больше. И вот, да, я игрался. Я получал удовольствие. Мне хотелось открыть какой-то лутбоксик там. Либо купить какой-то новый танк, либо еще что-то. И я донатил в это деньги. Но самый главный вопрос, когда мы обращаемся после этого к роллеру, встает в том, что где сейчас эти игры? Где они сейчас? Почему я не играю в Raid Shadow Legends? Почему я не играю в Танки и во все остальное? Ведь я столько денег туда взбухал. Я купил кучу према. Я хорошие карты себе какие-то, ну, не карты, а чемпионов в рейде купил. Почему же я сейчас не играю в это? А ответ прост. Это просто надоедает. То есть, я потратил деньги, я получил какое-то временное удовольствие, но дальше это мне надоело. А теперь давайте возьмем, в пример, роллер. Да, здесь, может быть, ты не получишь такого огромного удовольствия, потому что майнеры выглядят не супер круто, как чемпионы в том же Raid Shadow Legends, а у тебя нету какой-то такой уникальной возможности покататься на них, да, как там на каких-то премах, допустим, в World of Tanks. Возможно, ты не получишь должного удовольствия при их покупке. Но, тем не менее, тем не менее, мы уже не раз встречали скрины людей, которые присылают майнеры, когда они выбивали что-то легендарное. Вот, на данный момент доступен вместе комьюнити кейс, и достаточно много людей, что для меня неожиданно присылало уже то, что они выбили золотое руно Golden Fleece на 500 Dash. Они же тоже получили при этом кайф. Но все это приходит к тому, что в отличие от танков, в отличие от Raid Shadow Legends, вы не забросите игру. И вы не забросите ее не потому, что вы вдонатили туда денег, и вам будет жалко. Как видите, на моей практике, если правильно выражаться, это все-таки так не работает. Если игра перестала вас интересовать, вы рано или поздно о ней забываете. А здесь вы не забудете о ней лишь потому, что это возможная прибыль для вас. Одно дело, когда вы купили красивый скинчик, побыли в топе арены, или еще где-то там, прошли какую-то часть игры благодаря нему. Другое дело, когда вы купили скинчик, может быть и не столь красивый, и не столь красивый. Но при всем при этом, он может приносить вам денюжку. Допустим, я сейчас без зазрения и совести могу сказать, что я последний раз вдонатил условно 60 долларов. Я сразу завел 51 доллар, потом я завел у нас, следовательно, еще 9. И я понимаю, что теперь я имею доход условно 8-10 долларов в месяц, при условии, что я буду майнить какую-то криптовалюту. И я не заброшу роллер просто по одной простой причине, ведь это какой-никакой пассивный доход. Меня не будут интересовать скинчики, либо что-либо такое. Меня будет интересовать только моя выгода, потому что жадность человеческая, она, как говорится, безгранична. И если в случае с другими играми, в которые я играл, они не могли приносить мне доходы, соответственно, жадность моя на них не распространялась. Она распространялась только при покупке, потому что я хотел себе это, но не работало после покупки. Потому что, когда у меня уже это есть, оно мне по факту ничего и не дает. Вот такой вот, наверное, получился ролик о донате. Я не претендую, что это прям истина в последней инстанции, потому что, как-никак, я знаю людей, которые вообще не донатят в игры. И мой пример для них может быть просто неактуальным. Но, с другой стороны, я знаю людей, которые донатят в игры в разы больше. То есть, за все время они влаживали денег в разы больше. Огромное количество. Так вот, что вам мешает влаживаться в тот же роллер? Здесь есть уникальные майнеры. Их действительно достаточно много уже. Есть лутбоксики. Лутбокс это всегда приятно, если так сказать. То есть, открыть его. Я вот даже сейчас неимоверно желаю открыть один лутбоксик. Но понимаю, что я уже открыл в 4 штуки. И, как видите, мне не очень повезло. 20-20-20 и на 40 тысяч. Поэтому я этого не делаю. Следующее видео, думаю, будет о том, как я закрыл Golden Hour, использовав минимум абсолютно донатной валюты. То есть, это было как раз 60 долларов. И за 60 долларов Golden Hour закрывает любой. Я даже больше скажу, если у вас на балансе находится что-то в районе 40 долларов, то за 60 долларов вы можете закрыть полностью весь Golden Hour, а также купить E-Pass. Если вы физически, сами, своими силами можете дойти до 43-42 уровня. Также, может быть, в следующем видео я поделюсь стратегией, по которой я все это делал. Пишите в комментарии, интересно вам будет такое, стоит мне заливать это. Или куда ты собрался, уже почти конец, как говорится, ивента Golden Hour. Всего 7 дней осталось. Погоди, погоди, уже слишком поздно. С вами был MaxDice7, это было разговорное видео о донате. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, регистрируйтесь в RollerCoin по моей ссылке в описании. И, как я уже говорил, решайте, донатить или нет сами. Всем пока!